МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в понедельник, 24 сентября. В студии работает Андрей Теннет. Аккуратко о главных событиях. В Актугайском районе с отставанием ведется работа по подготовке к отопительному сезону. На аппаратном совещании в областной администрации обсудили ряд проблемных вопросов. В Караганде чиновник заперся в кабинете и отказался принимать посетителей. На очередном заседании Совета по этике обсудили поведение слуги народа, вызвавшего негодование граждан. В Караганде обезвредили террористов и спасли заложников. Подразделения антитеррористического центра провели учения. Организаторы заявили, что операция прошла успешно. В Актугайском районе с отставанием ведется работа по подготовке к отопительному сезону. На аппаратном совещании в областном Акимате обсудили ряд проблемных вопросов. Глава региона Ерлан Кушанов отчитал своих подчиненных за невыполнение поручений. В регионе завершается подготовка к отопительному сезону. Несмотря на отсутствие дефицита угля, некоторые объекты соцкультбыта не обеспечены углем в полной мере. Заместитель Акимобласти Анатолий Шкарупа отметил, что хуже всего дела обстоят в Актугайском районе. Некоторые котлы находятся в аварийном состоянии, а в школах и больницах до сих пор нет топлива. Меня не интересует в целом по социальной сфере. Меня интересует конкретно каждая школа, каждая больница и каждый дом. Вы же мне только что доложились, что все хорошо у нас по социальной сфере. Я поручаю Шайдарову, срочно выезжайте на место, оперативные меры принимайте, раз другие мои заместители не справляются. Разберитесь и мне доложитесь. Не разберитесь, решите вопрос. Возмутило Ерлана Кушанова и положение жителей Сарани, которые провели без воды весь сентябрь. Глава региона поручил руководителю управления энергетики и коммунального хозяйства разобраться в этом вопросе. На следующий аппарат по Сарани доложитесь? Есть. Как жители? Встретитесь с жителями, выезжайте туда. Что-то есть. Недовольство Акимобласти выразил и по поводу недостроенного моста для дачников. Глава региона напомнил Акиму Караганды и руководителю управления природных ресурсов и регулирования природопользования о невыполненном поручении. Деньги были выделены еще в мае. Однако владельцы дачных участков сообщили о том, что никакие работы на Федоровском водохранилище не проводятся. Как оказалось, причина задержки – затянувшийся конкурс. Сейчас мы подали заявку в ГАСК на получение талона для начала производства работ. На этой неделе приступим, Мирлан Жаканович. Руслан Майович, я вам делаю серьезные замечания. Предупреждение. Деньги мы выделили еще когда мы выделили? Весной? В мае месяце. В мае месяце. Вы до сих пор даже конкурс не можете провести. Если идут судебные процедуры, значит, вы некачественно проводите конкурс. Документы готовите. По окончанию аппаратного совещания Ерлан Кушанов подчеркнул, что на следующей встрече его подчиненные должны представить пути решения проблем, связанных с началом отопительного сезона. Тухжан Лянова, Жаслан Маклубеков, Андрей Тимофей, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов предложил общественникам создать совместный «зеленый совет» для решения экологических проблем. Глава региона в неформальной обстановке встретился с независимыми экологами. Разговор об актуальных проблемах окружающей среды прошел в стенах экомузея. Акиму Карагандинской области организовали экскурсию и показали уникальные музейные экспонаты. Посетителям здесь демонстрируют настоящий разгонный блок ракеты-носителя «Протон», рухнувший в 90-е годы в огород жительницы Карагандинской области. Затем участники встречи за круглым столом обсудили экологическую ситуацию в регионе. Общественники подняли самые болезненные вопросы гибели зеленых насаждений, захламление территории несанкционированными свалками, отсутствие культуры раздельного сбора мусора. Ерланд Кушанов предложил объединить усилия властей и общественников в рамках «зеленого совета». Он отметил, что по такой же аналогии действует совет по вопросам предпринимательства, который уже показал свою эффективность. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде чиновник заперся в кабинете и отказался принимать посетителей. На очередном заседании Совета по этике обсудили поведение слуги народа, вызвавшего негодование граждан. Действия чиновника, отказавшегося принимать посетителей, стали причиной бурной дискуссии на очередном Совете по этике. Тимур Нуркенов, исполняющий обязанности руководителя управления архитектурно-строительного контроля, заперся у себя в кабинете, чем вызвал недовольство двух предпринимателей. Членов Совета по этике возмутил не только поступок чиновника, но и его поведение на заседании. Называть нас участниками некоего заседания, я считаю, что это верх некомпетентности и неуважения туда, куда вы пришли. Вас пригласили на Совет по этике и недисциплинарный Совет. Понимаете? Как минимум, нужно было бы запомнить, куда вы пришли. Сам провинившийся чиновник спешил оправдать свои действия, ссылаясь на то, что был занят. Он также подчеркнул, что посетители пришли не в день приема. Тимур Нуркенов явно не хотел признавать себя виновным и поставил под сомнение решение департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции. Как утверждает департамент, что я должен был лично выйти и им разъяснить, урегулировать конфликтную ситуацию и так далее, считаю, это все их личное субъективное убеждение. Ни в одном законе, ни в одном подзаконном акте нет четкой инструкции по стандартам поведения государственных служащих в таких ситуациях. Доводы, приведенные чиновникам, не сумели обратить на свою сторону члена Совета по этике. Представители департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции напротив решили, что исполняющий обязанности руководителя управления архитектурно-строительного контроля забыл о том, что его прямая обязанность работать на благо простых граждан. Это говорит о том, что вы себя ставите выше и сопоставляете себе общество. То есть в данной ситуации два представителя малого бизнеса приходят к вам со своими проблемами, а вы как будто изобретаете там атомную бомбу, закрылись у себя в кабинете и игнорируете простых граждан. Вот отсюда и идет нарушение их конституционных прав. А вы какие-то подзаконные акты здесь толкуете. После долгой дискуссии участники заседания пришли к одному решению. Закрывшемуся в кабинете чиновнику объявили выговор. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о происшествии. Второй за месяц пассажирский автобус сгорел в Темиртау. По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, ЧП произошло в субботу, 22 сентября, во второй половине дня. Маршрутный автобус номер 15 марки ПАЗ совершил вынужденную остановку по причине возгорания. Пожар случился в 6-м микрорайоне Темиртау в 16 часов. Загорелся автобус ПАЗ, следовавший по маршруту номер 15. Пассажиры покинули салон, когда автобус сломался. Водитель получил ожоги пальцев рук. От госпитализации он отказался и был направлен на амбулаторное лечение. Пожар был ликвидирован силами двух отделений службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Отмечается, что причиной возгорания стала техническая неисправность. Напомним, что это уже второй случай возгорания темиртауских автобусов. Первый произошел 5 сентября. Тогда ЧП с маршрутным автобусом номер 8 произошло на проспекте республики. Азиатские игры – это самое значимое спортивное событие для Казахстана в нынешнем году. В состав сборной Казахстана от Карагандинской области вошли 34 спортсмена, которые представляли 10 видов спорта. Они достойно выступили на международных стартах. Об этом заявил руководитель управления физкультуры и спорта Дмитрий Карпов. Карагандинские спортсмены достойно выступили на азиатских играх, завоевав 11 медалей. Самбист из Жасказгана Баглан и Брагим, несмотря на травму, выиграл золотую медаль. Три серебряные медали завоевали дзюдоисты Ислам Бозбаев, Жансай Смоголов и Санжар Жаборов. В копилке карагандинских спортсменов также 7 бронзовых наград. Дмитрий Карпов отметил, что с каждым соревнованием количество участников становится больше. Для сравнения, в 2010 году на азиатских играх от Карагандинской области выступало 20 спортсменов по 7 видам спорта. На азиатских играх в 2014 году участвовало 23 спортсмена по 9 видам спорта. В 2018 году уже 34 спортсмена по 10 видам спорта. Очевиден положительный рост участников Азианы от Карагандинской области и увеличение видов спорта, которые на ней выступают. 30 сентября в Индонезии стартуют паразиатские игры. Карагандинскую область в составе национальной сборной будут представлять 7 паралимпийских спортсмена. Дмитрий Карпов также рассказал о своей работе в должности руководителя областного управления. «Как я чувствую себя как руководитель, немного честных тяжело в плане того, что очень большой объем информации. Благодаря нашей команды управления физической культуры я справляюсь, развиваюсь, ведусь вперед в будущем победу». Бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике Дмитрий Карпов в должности руководителя областного управления физкультуры и спорта работает 4 месяца. До 1 июня он возглавлял Карагандинскую специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва по легкой атлетике. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Подразделения антитеррористического центра провели учения в Караганде. Спецслужбы штурмом взяли дом, где засели условные террористы с заложниками. Организаторы учения заявили, что операция прошла успешно. Согласно легенде, один из представителей деструктивного религиозного течения совершил самоподрыв у здания Акимата. Воспользовавшись паникой, террористы захватили заложников. Во время бегства злоумышленникам удалось серьезно ранить одного сотрудника полиции, а второго захватить. Незамедлительно на место прибывают все оперативные службы. Преступники вынуждены скрыться в нежилом доме на территории одного из дачных обществ. В короткое время их блокируют прибывшие силы полиции. Начинаются переговоры. Пока сотрудники полиции пытаются мирно вызволить заложников, спецслужбы готовятся в любой момент начать штурм. Сегодня карагандинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом проведены оперативно-тактические учения, максимально приближенные к боевым. Учитывая, что для пресечения акта терроризма необходимо задействование сил и средств различных госорганов, сегодня отрабатывались их взаимодействия. В целом результаты учения свидетельствуют о готовности карагандинского областного оперативного штаба к проведению пресечения акта терроризма. В это же время отрабатывали совместные действия по информированию населения. На период проведения операции горожан призвали не поддаваться панике. Я работал на участке у себя на даче. Увидел много техники приехало. Потом военные приехали. Узнал от соседки то, что это проводится учение. Благодаря таким учениям у нас в Казахстане все спокойно. Согласно легенде, переговоры с террористами помогли вызволить одного раненого заложника. Однако остальных мирным путем освободить не удалось. Во время штурма все условные преступники были обезврежены, а заложники спасены. После завершения операции спецслужбы приступили к ликвидации последствий. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде сортовали представления цирка Мстислава Запашного. Народный артист России представил жителям шахтерской столицы фееричное шоу с участием тигров. На манеж вместе с признанным артистом вышел и его сын Ярослав Запашный. Незабываемыми впечатлениями и яркими эмоциями запомнилась суббота карагандинцам, которые посетили цирк народного артиста России Мстислава Запашного. Руководитель цирка впервые приехал в шахтерскую столицу с гастролями. Теплый прием жителей и гостей города не мог не обрадовать российских артистов. Однако Мстислав Запашный подчеркнул, что отношения к зрителю у его команды всегда одинаковые. Они всегда выкладываются на все сто, чтобы порадовать и детей, и взрослых. Для нашего коллектива разницы нет. Мы везде выступаем одинаково, везде отдаем себя полностью. Что касается зрителя, зрители, конечно, везде разные, нет одинакового зрителя. Но я вам так скажу, что везде он благодарный, что здесь в Казахстане, что у нас в России, что в Китае, в Японии, где я только не был. И везде с благодарностью встречали наш коллектив и наш цирк. Насыщенная программа включала номера с медведями, собаками, лошадьми. Зрители развлекали клоуны, иллюзионисты и жонглеры. Каждый номер сопровождался бурными овациями, но особое внимание было приковано к аттракциону тигров. Номер с дикими кошками представили народный артист России Мстислав Запашный и его сын Ярослав. Выходец из знаменитой цирковой династии Ярослав Запашный пока не может похвастаться колоссальным опытом в работе с хищниками, как его отец. Однако молодой человек отдает любимой работе всей силы. Сейчас он готовит новую группу тигров. Бывает, когда репетирую один без отца, про который он сказал, уже молодая группа. Бывает репетиция, когда я один ее репетирую, без него. Бывают моменты, где-то, когда тигры меня недопонимают, и есть присутствие, страх, конечно, куда без этого. Но это же наша работа. Новая программа вызвала неподдельную радость у маленьких зрителей, которые за миранием сердец наблюдали за опасными трюками и смеялись вместе с клоунами. Примечательно, что после представления самые преданные поклонники цирка отправились в увлекательный мир за кулисье. Мне понравилось быть за кулисами, ну, прямо сейчас. То, что я впервые за кулисами в цирке. Сам так я часто посещаю в цирке, но мне очень нравится сам цирк и за кулисами. Для всех желающих окунуться в мир магии и волшебства открыты двери в цирк. Напоминаем, что выступления цирка народного артиста России Мстислава Запашного продлятся до 21 октября. Билеты приобретайте в кассах цирка или звоните по телефону, указанному ниже. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С 25 по 30 сентября в Караганде пройдет выставка ярмарка российского производителя меховых изделий «Тысяча шапок РФ». Товары будут представлены в здании Союза художников. Улица Комиссарова, 35А. Фабричное качество отличительная особенность выставки «Тысяча шапок». Производство находится в Новосибирске. Компания «Тысяча шапок РФ» мы сами производим и сами продаем свою продукцию. За счет этого низкая цена и высокое качество. Новая коллекция из канадской норки, ирландской лисы, овчины, андатры, из норки «Блэк Лама» и «Блэк Нафа». Сейчас самое выгодное время покупать головной убор, так как у нас летние цены. Берет из норки от 25 тысяч тенге. Ушанка из финской норки комбинированная от 29 тысяч тенге. Я Ирина Салтыкова. Свой выбор уже сделала. Приходите и вы на выставку «Тысяча шапок», где вы легко подберете себе головной убор. Здесь вы найдете шапочку, о которой мечтали. Приглашаем всех с 25 по 30 сентября в Союз художников Караганды, улица Комиссарова, 35А. Вашей голове понравится. И это все на сегодня. Ждите новостей на Первом Карагандинском. И вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин